Я зауважила, что мода народного культуры охопливает все больше в сфере жизни Беларуси. Покрутиться депутатчик так, как это делали в 19-м году, сегодня можно у Городня. И я бы решила, что мне не потребны никакие фитнесы, а вместо этого я научусь танчать лягоньку. Музичную импрезу оформляют гармонисты, дудеры и спевачки со студентского этно-товариства. Какое началось ваше зацикавление с беларуской культурой? Давно играете беларуськую музыку? Видите, в количестве детства я занимался танцами, но позднее был довольно-таки великий перапынок. И хотя бы, что годов пять тому один дед подарил мне гармоник. И с этого гармоника все и началось. Скажите, как зацикавленность беларуской культуры рассказывается на вашем жизни, на вашей творчестве? По-первых, я пишу творы, верши, прозы по-беларуску, по-житию разговариваю по-беларуску. По-другому, я занимаюсь традиционной культурой, которая не может быть связана с беларуской мовой. Накольки я ведаю, по танцах можно говорить про менталитет человека, про менталитет беларуса. Вот, коли сказать про наши танцы, какие мы беларусы? Коли про беларуса сказать по танцах, то беларусы – это те люди, которые худко танцуют, весело отпочивают у нас. А мало что, нема таких повольных танцев. Все худко, энергичное, живое. Треба танцы, это еще не такое соотносины, хлопцы и девочки, это некая такая размова в худшем темпе. Коли нам отправить песнями, песни традиционные – это такое некое отчувание со света, неповольное, лиричное. То, коли люди берут гармоник танчать, то это отпочинок. Это веселый, задорный, безбашенный отпочинок. Такие певные мы, коли отпочиваем. Что касается ног, их не треба поднимать высоко. Они могут быть принижены. И пятку, например, носок, тягнуть так само не треба. И он будет полностью всей ступней. Раз, два, три. Ось, ноги могут тихо ходить. Для них белорусы, когда танцевали, по-перше, у них были оборы, на лапцах были оборы, которые, когда ты будешь тянуть на соки, не порвутся. Тому звыклись танцевать промой ногой. А по-другому, было очень мало места. Они танцевали, звичайно, в хатах. И когда ты заходишь в хату, ты не можешь разогнаться. Тебе треба, как бы, худенько, близко танцевать. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Белорусская традиция, что каждая женка повинна шить кашулю с 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 кашулю. И своему мужу. Так? Так, так. Девчата, звичайно, вышивали кашулю для себе, для мужа, вышивали свои паса, потому колено уже становились с кашуленками. У них было мало часа на вышивание, тому все, что вышивалось, звичайно, было удивительство за мужем. Долучиться до танцевального карахода могут усе охватные от старого до малого. Танчить для вони хоть и кроковек вельми легко, мабыть тому, что это у нас в укрытии. Первый раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три.